Приветствую вас. Отвечая на первый вопрос, мне бы хотелось сказать, что, конечно, продолжают отношения, если они у вас развиваются вот так. То есть мужчина не уважает вас, не ценит, не считается вашим мнением, как-то не идет вам навстречу, не заботится о вас, а после еще и кричит, еще и оскорбляет вас, обижает, выздавляет виноватых, то, конечно, так дальше будет продолжаться, и его поведение будет еще хуже. С другой стороны, если вы считаете, что сами избаловали его своим вниманием, своим хорошим отношением, то это ведь что означает? Это означает, что раньше вы вели себя, в принципе, так же, то есть так же, например, позволяли ему идти куда-то, а так же не запрещали ему чего-то. Ну, это, кстати, правильно, запрещать смысла не имеет. Но, раньше вы реагировали на то, что он, например, не берет трубку, да, как-то по-другому. А сейчас вы стали реагировать иначе. И он вам всегда может сказать, мол, почему твое поведение ко мне, твое отношение ко мне стало другим. И вам будет сложно что-то ответить. Потому что для мужчины это будет основание считать, что вы, например, меньше его любите, меньше его цените и так далее. Если вы скажете, например, столько, если вы скажете, например, что, как мы думали, что со временем его отношение к вам изменится, станет другим, будет более таким чутким, более, ну, трепетным, что ли, более уважительным, а этого не произошло. Если это будет сказано вам и один раз, и вы не будете это постоянно повторять, и если мужчина действительно вас услышит, то тогда это вы сможете объяснить для себя. Но для себя и для него. Но для себя позднее объяснить вот что. Для чего вы его баловали в своем хорошем отношении. То есть почему вы изначально это не пресекали. Почему изначально вы это, ну, как я понял, как мы это время терпели. И с чем это было связано. И для себя вам нужно понять, что изменилось. Ну, не берет он трубку, когда куда-то ушел. И это произошло, как я понял, не первый раз. Ну, потому что вы говорите, что всегда выставляет человек вас виноват. Значит, это произошло не первый раз. И вас раньше ведь устраивало то, что он делал. Но это его такой недостаток. Но получается, что другие его блюзи вас устраивают. Да тут непонятно, что изменилось. Именно с вашей стороны. И вам, прежде чем решать, стоит ли продолжать отношения с ним или нет, желательно до мужчины, вот этот момент донести. А в первую очередь объяснить для себя, почему раньше вы подракали ему что-то, теперь позволять, соответственно, уже не будет. Что изменилось в субъективной стороне. То есть непосредственно именно с вашей стороны. Далее, если вы считаете для себя такое поведение на данный момент вредным, оскорбительным, негативным, нежелательным, то отношения продолжать не стоит, потому что он, ну, будет вести себя только хуже. То есть если вы вот это вот примете, если вы все равно будете с ним встречаться дальше, то, соответственно, он будет думать, что вы это все приняли, а раз принят, значит, он может действовать так же и дальше. И в таком случае отношения, конечно, продолжать не стоит. Далее, то, что касается второго вопроса. Люди меняются, но достаточно редко и неохотно. Для этого необходимо человеку осознавать мотив, то есть для чего ему меняться. А для этого человеку необходимо обладать средства, чтобы измениться. И, как правило, люди меняются только в том случае, если понимают, что вот привычная модель поведения у них не отвечает их, например, целям, их задачам, их ценностям, желаниям и так далее. То есть появляется настолько, стойкое ощущение, что то, как действует собъект неправильно. Дальше человек меняется. И происходит это, как правило, в результате достаточно серьезных потрясений. Ну, как то. Развод, расставание. То есть в результате вот таких вот психотравмирующих событий, человек извлекает большое количество опыта для себя. И вот это большое количество опыта способно человека поменять. И применительно к вашей ситуации можно сказать так, что если вы с молодым человеком своим расстанетесь, то расставшись с ним, возможно, он поменяется и поймет, что вел себя неправильно. Возможно, он поймет, что вел себя, например, эгоистично, например. Но до тех пор, пока он с ним и до тех пор, пока он верит, что вы не уйдете от него или не воспринимает в стрельб ваши слова, ну, меняться он будет вряд. Другое дело же, что если вы с ним расстанетесь, какое-то время ему понадобится, чтобы, например, осознать, причем не гарантированно даже осознать, что какие-то моменты нужно менять в своей жизни, а не факт, что новый он вам понравится. То есть да, бывает такое, что люди меняются. Да, бывает такое, что человек становится другим. Но проблема-то заключается в том, что не меняется только что-то одно. Не меняется какое-то именно качество у человека. меняется, как правило, совоскупность качеств. И если эта совоскупность качеств станет другой, то, возможно, вам мужчина-то уже и нужен не будет тогда. Или вы будете воспринимать его по-другому. Поэтому желать менять человека нужно весьма и весьма осторожен. Ну, а вообще, это возможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!